Кевин Боц, известный в Германии боец, несмотря на двухметровый рост, ничего не смог противопоставить орловчанину Уранбеку Ясенкулову. Вечер кикбоксинга, собравший более двух тысяч человек в зале Грин-центра, был организован братьями Чадинами. Так они отметили десятилетний юбилей клуба. Немножко меня связывает с Германией. Прошлый мой профессиональный спорт. Я два года там выступал, по контракту там жил. Зрители увидели бои международного уровня. Из четырех проведенных рейтинговых встреч орловчане ни одной не проиграли. Хотя незадолго до боя немцы обещали быстро расправиться с воспитанниками Чадина. Самым ярким боем стал первый. Сергей Тян, уступавший сопернику и в возрасте, и в весе, уже в первом раунде поставил убедительную точку. Запланированно тренером разведать первый раунд. Ну а дальше уже действует по ситуации. Ну как-то не получилось. В первом раунде хорошо попал и закончилось все успешно. Я очень рад был за Серегу, когда он выиграл. Просто вы не видели, как я там прыгал, когда он победил. Влад Туйнов вышел в ринг сразу после Сергея. Победительная победа одноклубника повлияла на исход и его боя. И боя Артема Акимова, еще одного победителя. Соперник Вещнандирский, шальной. Очень такой, можно сказать, на понтах. Бой тяжелый, конечно. И я подустал, и он подустал. У меня не получилось, что устанавливал тренер. Где-то выполнил на 40%. Финальный бой, как и предполагалось, стал самым драматичным. Несмотря на победу, орловский чемпион Европы остался недоволен. На то, что он находился не в лучшей своей форме, повлияла травма. Тактика была верная, выбрана. Немного перезарядился, хотел быстрее закончить бой. Это, наверное, было заметно. Ну, в общем, в принципе, доволен результатом. Вечер бокса удался. В этом сошлись абсолютно все, как участники, так и зрители. Единственное, кто остался недоволен, это немецкая сторона. Уезжать к себе на родину гостям пришлось без наград.